Гармония — первый и старейший конно-спортивный клуб Челябинска. Всё началось в 1993 году с идеей основательницы клуба Татьяны Кадочниковой. Она решила, что лошади — грациозные и мощные создания, несомненно, станут украшением города. А спортсмены, воспитанные в стенах клуба, прославят Челябинскую конную школу. Верховая езда по-настоящему красива только в том случае, когда лошадь радостно и старательно работает вместе со всадником. Поэтому, прежде чем ребёнок сядет в седло, ему нужно наладить контакт с животным. И чем раньше это произойдёт, тем лучше. Детей начинают обучать уже с трёх лет. Мы учимся различать лошадь по признакам. Мы учимся угощать правильно лошадь. Мы учимся с ней взаимодействовать. Мы изучаем настроение лошадей. Казалось бы, два притопа, три прихлопа. Но при этом дети начинают к лошади относиться с уважением. Процесс знакомства с лошадью может занять не один месяц. И если после этого ребёнок намерен заняться спортом на профессиональном уровне, то с ним начинают индивидуальные занятия. В зависимости от способностей ученика, инструктор составляет программу тренировок, в которую входит изучение различных аллюров, видов походки лошади. Своё мастерство воспитанники могут демонстрировать на соревнованиях, начиная с семи лет. Алисе Болотовой – одиннадцать. Верховой ездой она занимается уже два года. И сейчас как раз активно готовится к выступлению вместе с жеребцом-султаном. Во время конных тренировок юному всаднику обязательно выдается шлем и необходимый инвентарь для управления лошадью. А вот за обучение всё-таки придётся заплатить порядка двух с половиной тысяч рублей в месяц. Но, по мнению родителей, траты окупаются с лихвой, ведь конный спорт положительно влияет на здоровье и физическое развитие ребёнка. Это ведёт хорошее расслабление, тренировка позвоночника, осанки. Действительно, там очень много мышц задействовано тех, которые не задействованы в каких-то других видах спорта, может быть, в обычной жизни уж тем более. Чем раньше ребёнок начнёт заниматься верховой ездой, тем более высокого уровня мастерства он может достичь в конном спорте. При этом юный всадник должен быть готов к большой ответственности. И если между ребёнком и лошадью возникнет крепкая связь, то перед таким тандемом открываются заманчивые перспективы, среди которых участие в престижных чемпионатах и возможность обучения за границей.